Здарова, народ! Сегодня мы с вами играем такой риф, как Seek and Destroyed, Metallica. Но мы с вами будем его играть так, как он именно сыгран на альбоме. Если вы заметите, то на альбоме он играется как бы немножко такой в рассинхрон. То есть, когда мне было лет еще там 12-13-14, и я когда включал вот эту песню Seek and Destroyed, именно с альбома Killmall, мне вот именно всегда нравился вот этот эффект, что гитары как-то так странно звучали. Это похоже, знаете, на какой-то такой дилей, на такой слэпбэк, да? То есть, это как вот в рок-н-ролле, знаете, такой вот дилей, который вот как эхо отдает. Но на самом деле я сейчас уже с годами понимаю то, что они тогда были молодые, Metallica, и, в общем, как получилось на альбоме, так и получилось. То есть, но, вы знаете, вот этот вот такой рассинхрончик небольшой в начале, мне так нравится, как он звучит, на мой взгляд, получилось просто шедеврально вообще. Вот именно вот в Seek and Destroyed как на альбоме, как вот только песня начинается, вот само интро вообще вот это вот с этим рифаком, на мой взгляд, это вот просто супер. Вот все разы, когда я слышу, когда, допустим, Metallica играет на концерте Seek and Destroyed, и они играют, так скажем, слаженно, да, он вот не отдает вот той вот романтикой того альбома Киломолла 83-го года. И посмотрим же, почему же звучит он так. Мне кажется, что там какая-то гитара просто отстает с легонца. Посмотрим сейчас, что происходит внутри вот этого рифа. Итак, поехали. Посмотрим же, что здесь у нас происходит, на самом деле, на этом треке, в этом начале. То есть, вот смотрите, это у нас левая дорожка и правая дорожка отдельно в моно, они выписаны. Я уж включать не буду, чтобы по-авторским у нас ничего не забанило. YouTube. Так, мы просто посмотрим с вами визуально. Итак, вот у нас начало этого трека. Посмотрим, есть ли здесь какой-то рассинхрон или какая-то пауза. Что, собственно, приводит вот к этому эффекту у нас интересного. Так, вот мы с вами, видите, расширяем. И что мы с вами видим? Мы с вами отчетливо видим, что левая вот эта гитара у нас, левая гитара, она у нас конкретно запаздывает. Вот эта правая гитара у нас начинается раньше. Вернее, правая гитара начинается у нас конкретно в ритм, а левая гитара, она немножко запаздывает. и если мы с вами посмотрим, что здесь у нас происходит, то примерно к началу второго раза, когда этот рефак у нас повторяется, видите, вот здесь у нас уже все начинает вставать на свои места, то есть здесь у нас уже рассинхрон такого не находится, здесь они играют довольно точно вместе. Так, в принципе, я и думал, мне вот так и слышалось, и получается, что мне нужно сыграть так, чтобы у нас вот этот вот первый, видите, насколько здесь получается, вот эта гитара отстает, насколько это сотах там, но я уж не буду высчитывать. Короче, у нас получается вот этот вот первый заход, то есть вот этот рефак один раз, он играет немножко сзади гитара, и второй раз они уже сливаются воедино и уже продолжают играть вместе довольно точно. Что ж, приступим же, посмотрим, получится ли у меня так сыграть. Погнали! Вот мои дорожки, вот здесь у меня левая гитара, вот она, видите, она начинается у меня позднее, вот она, начинается она отсюда, а правая гитара начинается отсюда, то есть это примерно такая же пауза, как у них записано на альбоме, то есть вначале первый круг, синяя вот эта дорожка, она играется с опозданием, левая, а правая дорожка ровно играется в темп, и потом она постепенно у нас, видите, сходится, и они уже две начинают уже идти у нас вместе. Вот так у меня получилось, не знаю, похоже или нет, это вам решать, пишите, комментируйте. Так что вам на заметку, если вы, допустим, играете в Second Destroyed, там свои группы, и у вас два гитариста, можете попробовать сделать вот такой легкий рассинхрон в начале, я думаю, что он всем фанатам Металлики напомнит именно альбом, киломол, как и играются там гитары, то есть вторая гитара у нас играет просто немножечко сзади, чем, так скажем, другая гитара, то есть немножечко-немножечко она с оттяжечкой вступает, и потом уже все это идет уже все вместе. Вот, ну разберем сам риф, он очень простой, итак, погнали. У нас она играется в ля, итак, смотрите, у нас здесь идет два удара просто по открытой струне, Дальше у нас идут вот такие секунды То есть это очень просто играется все Дальше у нас идет вот такой лик То есть, смотрите, у нас здесь идет на мютинги И все вместе Вот и весь риф, то есть главное здесь выдержать поочередность у нас мютинговых струн И открытых, то есть смотрите еще раз На этом, собственно, и все Надеюсь, было интересно, увидимся здесь на ютубе Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok